Императорский зал Этот зал в первую очередь исторический и он представляет огромный интерес с точки зрения истории и сохраненного наследия, живого наследия. Этот актовый зал имел особое значение в жизни университета. Здесь проходили торжественные публичные акты. Здесь проходили вступительные экзамены. Тот же Лев Николаевич Толстой сдавал именно в актовом зале вступительный экзамен. Здесь происходили защиты диссертаций. Одним розчерком пера 1804 года Александр I подписал утвердительную грамоту Казанского императорского университета и его устав. Историческое прошлое Казанского федерального значимо как для сотрудников, так и для студентов. Я думаю, что это связано с тем, что это что-то вроде возвращения к истокам, потому что раньше он именно так и назывался, поскольку Александр I основал наш университет в 1804 году. Очень много значимых событий всегда и мероприятий проводилось в нашем зале и по сей день проводятся. И он был так переименован в императорский, потому что основателем нашего Казанского университета был Александр I. До сих пор висит его портрет в нашем зале и портреты других выдающихся личностей, которые внесли большой вклад в нашей стране. Переименовали этот зал, я считаю, это повышает значение этого зала. Там все сделано, я считаю, в императорском стиле и я считаю, это придает шарм этому залу. За 200-летнюю историю актовый зал Казанского федерального университета принимал множество почетных гостей, величайших личностей в истории России и всего мира. Александр III тоже посетил Казанский университет и надо сказать, что его братья, старший брат Николай и Алексей, они тоже посещали Казанский университет в 60-е годы. Конечно, Казанский университет, который являлся культурным просветительским центром для достаточно большой территории, он всегда был центром и магнитом для притяжения. Здесь были и лауреаты Нобелевской премии, здесь были выдающиеся государственные деятели, политики, ученые. Они все были в этом зале и читали здесь лекции, выступали в этом зале. Отметим, что актовый, а ныне императорский зал, где воспроизведены интерьеры второй половины 19 века, входит в структуру музея истории КФУ, в которую, в свою очередь, входит мемориальная аудитория номер 7, Ленинская, где сохранилась парта студента Ульянова. Также на сковородке КФУ всем известный памятник Ленину гимназисту, а во втором учебном корпусе в мраморном зале висит его портрет. Все это означает лишь одно – мы все отдаем дань богатой и великой истории КФУ. К слову, этот год в Казанском федеральном университете посвящен одному из лучших математиков мира – выдающемуся ученому КФУ Николаю Ивановичу Лобачевскому. На заседании ректората университета обсуждался грандиозный план интересных мероприятий, которые, без сомнения, должны привлечь внимание к значимой персоне КФУ. Следуя всем историческим традициям, этот год начинает не только с новым именованием года, но и новым названием актового зала. Теперь это не просто актовый зал Казанского федерального университета, а императорский.